Еврейская миссия Еврейская миссия Еврейская миссия курс. И каждый раз, когда я вышли в море, я должен был стоять и смотреть на звезды, чтобы корректировать курс, чтобы не сойти с него. И получается, если я на один градус хотя бы ошибусь в начале, то мой конец будет немножко в другом месте. А вы помните, как на иврите звучит грех? Хэт. Не попасть в цель. То есть, и получается, история простая. Бог хотел, чтобы из двух был один народ, из евреев и неевреев, один народ, церковь, новый человек, и Христос является главой. Что делает дьявол? Дьявол просто начал подваживать всякие неправильные моменты, теология, замещение, о том, что Израиль он оставил Бога, теперь Израиль не Божий народ, и теперь он наказан, и церковь начала потихонечку сходить с курса. Слава Богу, всегда были те сектанты, не слово сектант от слова секта, а сектант, который проверяет, ну, поняли, астрологический этот, благодаря которому церковь возвращалась на правильный курс. И благодаря этому, это происходило, как мы уже говорили, когда люди начинали смотреть Писание, изучать Писание, когда они начинали смотреть на то, что происходило в Библии, и воплощать ее в свою жизнь. И тогда корабль потихонечку возвращался на прежний курс. И я хочу сегодня поговорить о том, на этом последнем уроке, о тех людях, благодаря которым, скажем, возродилась еврейская миссия, уже не как одиночек, а как, как бы, сила, скажем, как движение, да, из которого выросло современное миссианское движение. Церковь, как когда-то церковь родилась благодаря евреям, так и еврейская миссия возродилась благодаря нееврейской составной церкви. Мы поговорим с вами о маравских братьях, или еще их называют чешские братья, богемские братья, то есть, или гергнут, такой гергнут, поселок гергнут, от названия поселка, как еще называют гергнутские братья. Но это одни и те же маравские братья. Итак, это христианская евангелическая динаминация, основанная в Чехии, в богемии, в 15 веке. После поражения, восстания чешских сословий, 1618-1620 год, и несчастного для протестантов исхода богемской войны, они были разгромлены. То есть, вы помните, была такая война, были крестовые походы, и одни крестовые походы были не только в Иерусалим. Некоторые крестовые походы были против вот этих богемских братьев, чешских братьев, еще их называли табориты, или последователи Яна Гуса. Гуситы, гусицкие войны, так называемые. То есть, это была конкретная религиозная война. Был такой священник по имени Ян Гус, реформатор. Кстати, он был задолго до Лютера. И если исходить уже так, скажем, по справедливости, то Лютер хорошо распиарился, он хорошо завершил. Потому что Ян Гус, он хотел, он хотел тоже сделать, он хотел внести восстановление в церковь. Он хотел, чтобы церковь ожила, чтобы она вышла из этой схоластики, схоластического мышления, чтобы вошла в жизнь церковь. Что он начал делать? Он начал преповедовать на языке, понятный своему народу. Он и его еще ученики перевели Библию на чешский язык, так называемый, по-моему, карловский перевод. Ну, карлицкий перевод. Идея такая, что он хотел оживить церковь. И как Лютера, его пригласили на встречу, встречу вот этих всяких священников. И если Лютер-то не поехал, его вовремя выдернули, то этот поехал, Ян Гус, и его сожгли. Его сожгли. И его последователи начали как бы вести активную боевую войну начали, потому что их уничтожали, они должны были защищаться. И так их предводителем был Ян Жишко, или так называемый слепой полководец. Ян Жишко, слепой полководец. Идея была такая, что они использовали тактику таборов. То есть они передвигались, жили так общинами и передвигались таборами, то есть на повозках. И когда, например, их настигала конница, они становились такими таборами, они ограждались этими повозками, и получалась как бы крепость на колесах. Их называли табориты. И они побеждали вот этих рыцарей. Но в конечном итоге все-таки, знаете, коррупция, как называемая коррупция, была и тогда, и деньги делали свое дело, и их предали, предавали за эти деньги. То есть их просто решили, начали подкупать других людей, кто имел власть. Их начали изгонять, на них началась охота. В конечном итоге это восстание было подавлено, были страшные казни. И эти братья, чешские братья, то есть их еще называли, ну, маравские братья, они бежали. Они рассеялись по всей Европе. Вот кажется тоже, ну, они рассеялись по всей Европе. Горе плохо, но они понесли в те страны, куда они пошли, в живое слово. Они понесли свой образ жизни. Понимаете? То есть они понесли тем, кем они являлись. И вот они попали, и один граф, его звали Цинцендорф, он в 1722 году в своем Саксонии, это, ну, Германия, он дал им убежище. То есть он разрешил этим людям селиться у него в этом поместье. И, то есть, рядом с этим поселком и образовался вот этот поселок Гернгуд. Гергунские братья, или чешские братья, маравские братья. И они потих-потих постепенно начали восстанавливать свою общину. И что произошло там? А там произошло очень интересно, что во время одного из служений, во время причастия, Бог внезапно посетил свой народ. И по свидетельству этих людей они писали, что мы не знали, мы или на земле, или на небе. То есть огонь, то есть было такое состояние, что они не могли остановиться. И началась молитва, которая продолжалась более 100 лет. То есть непрерывная молитва 100 лет. Представьте себе, я уже когда-то об этом рассказывал, но я хочу еще раз повториться. Три основных направления молитвы. Первое. Восстановление церкви. Пробуждение в церкви. Пишите, пишите. Вам это полезно на будущее будет. Восстановление, возрождение, пробуждение церкви. Пишите, как вам нравится. Второй момент, очень важный. Возрождение, пробуждение в церкви. Спасение человечества. Спасение грешников во всем мире. То есть они начали молиться за грешников. Да, это второе. Первое. Пробуждение церкви. И через пробуждение церкви спасение грешникам, не знающим Господа, благодати Господа. Это второе. Спасение мира. И знаете, какое третье было? А третье было очень интересное. Спасение и восстановление Израиля. Они начали молиться за евреев. В чем дело? Ян Гус, он был очень, очень, очень такой человек, любящий слово. Он читал на греческом, он читал на иврите. И он, когда изучал и переводил Библию, он вдруг увидел вот это откровение, что Бог не оставил свой народ. Бог не оставил Израиль. И когда это откровение пришло к нему, Дух Святой просто вернулся и началось вот эти необъяснимые действия. То есть, вы понимаете, когда церковь возвращается к своим истокам, начинается движение. Когда из двух одно приходит жизнь. Понимаете, нету колецтва. Церковь становится полноценной. Итак, смотрите, что происходит дальше. Смотрите, они начали молиться и они начали посылать миссионеров. То есть, они не могли уже сидеть на месте, потому что они понимали, что у них есть нечто, что можно, нету у других людей. И они взяли с места Писания, где он взял двух учеников и начал посылать их проповедовать. Помните? Они начали учить этих людей. Они начали посылать их, например, в Вест Индию. То есть, Индия, да? Они начали посылать их в Америку, в Северную Америку. Некоторые из них продавали себя в рабство на галеры, в турецкий плен, чтобы проповедовать тем, пленникам, которые сидят на этих галерах, чтобы они не ушли, ну, не погибли. И вот теперь, смотрите, я это считаю просто. Когда была восстановлена в определенной мере практика первых мессианских общин через восстановление, ну, Дух Божий открыл им глаза на ряд метод Писания, опять, опять, в основном, в Новом Завете. Вдруг они начали видеть роль еврейского народа не только в прошлом, но и в назовозаветные времена. И они поверили в то, что Бог не покончил с Израилем и продолжает считать Израиль своим избранным народом. И хотя бы давляющее большинство евреев находятся далеко от Бога, Бог рядом, и Он готов снова открыться Израилю, когда евреи начнут открываться истине Слова Божьего. Граф Цинцендорф начал общаться с евреями, просто, просто начал общаться со многими евреями. И вдруг он увидел, что тот образ, который был навеян, скажем, обществом и церковью тех времен, он не соответствует истине. То есть, это были люди, это были люди, как Иисус, как мы читали цитерно, идите во все народы и делайте учеников из людей. Вдруг он увидел в том, что называли исчадием ада, людей, людей, которые действительно прекрасны, любят Бога, которые по-своему его... То есть, и у них есть причины не видеть Иисуса таким, каким видит Он. Потому что те, кто называл себя христианом, христианинами, гнали и уничтожали этот народ. И когда-то Мартин Лютер в своем первом эссе, которое называется «Тот Иисус был евреем», написал, если бы наши папские легаты, софисты и паписты вели себя по отношению с евреями, если бы мы велись с ними по отношению, как они ведут себя с евреями, то ни один из них бы никогда не стал бы христианином. Понимаете? А скорее стали бы свиньей. Идея в том, что Цинцендорф начал видеть Писание. Он читал, помните, как мы говорили, Драж, да? Потом он начал исследовать, и он начал применять в практике. Смотрите, что произошло дальше. Дальше. Центральное значение для понимания отношения Цинцендорфа к евреям, это вопрос о том, как он мог сочетать большое уважение к евреям с христианским миссионерским императивом. Это, ну, то есть, желанием нести Евангелие. Этот вопрос сыграл роль в многочисленных контактах Цинцендорфа с евреями, в его подходе к евангелизации среди евреев и в своем видении о создании в Моравской церкви явного сообщества для новообращенных евреев-христиан. Вы должны помнить, что это было время, когда еврей, ставший христианином, не мог быть, ну, евреем оставаться. То есть, русский становился, христианином, был русским христианином, китаец, китайским христианином, а евреи вообще никто. Их называли мараны или свиньи в Испании, а у нас их называли выкресты. Вы помните, да, такая была выкрест. Хорошо. А теперь смотрите. Это было также связано с тем, опять же, помните, что они изучали Писание и что-то Бог им открывал. И маравские братья приняли несколько элементов из еврейской традиции. Например, соблюдение субботы и празднование Йом-Кипур. Включение еврейских терминов в литургию на службу, во время службы. И очень интересный момент. В 1740 году, с 1740 года, во время служения Йом-Кипур в маравских церквях происходило такое событие. Люди становились на колени и читали такую молитву. Избавь народ твой, Израиль, от слепоты. Восстанови колено Иудина в свое время и приведи многих из народа твоего, чтобы они познали тебя до тех пор, пока не придет полнота язычников и весь Израиль будет спасен. Послушайте, это не евреи. И вот теперь вы понимаете, когда они начинали входить в полноту Библии, в Писание, когда они начинали искать отношения, близкие отношения с Богом, Бог начал открывать им то, что было закрыто для других. И они начинали видеть другие народы, и они начинали видеть Израиль. И евреи, видя их отношения к людям, ну, к евреям, начинали открываться. И они начинали видеть Мессию таким, каким он является в Новом Завете. Помните, как написано, когда Анна, пророчица, говорила, для чего? Для славы народа Израиля и спасения народов. Так написано, или я ошибаюсь? Хорошо. Смотрите дальше. Они организовали миссии для проповеди Евангелия к евреям. Главным местом этой работы был Амстердам, и миссионерами были Леонард Добер и Самуэль Любер Кюн. А теперь очень интересный момент. Последний человек был образцовым, как бы для нас это было бы образец миссионера, то есть человека, идущего с миссией. Во-первых, он изучал теологию в престижных заведениях того времени. Ель и Гал, и Гал, Йен и Гал. Он был мастером еврейского языка, то есть он говорил и писал на еврите. Он был экспертом во всех обычаев евреев, то есть он знал все. Ему предложили профессору в Кёнигсберге. Чтобы вы понимали, профессора в те времена было немножко по-другому. Профессор это было, ну, это было титул, это было звание, это были деньги, это был почет, это было уважение, но он, вместо того, чтобы покоиться на лаврах ученого, предпочел поселиться в еврейском квартале Амстердама и говорить с евреями о Христе, которого он так глубоко любил. Его метод работы был поучительным. Знаете, вот у нас есть иногда такой метод работы, мы начинаем евреям говорить, а ты знаешь, а в Писании там написано, там такая-то глава, та-та-та-та, и мы начинаем их сыпать, вот там пророчества, вот это, и мы начинаем их грузить, а ты вот веришь в еврейскую Библию, это нормально. Для определенных людей. Но некоторые люди это не воспринимают. Что он делал? Он просто начинал говорить с ними об Иисусе, которого он знал. Он начинал говорить о еврейском плотнике, он начинал говорить о человеке, который оказал, он был вроде бы человек, но потом оказался Богом, оплощенным на земле. Он начинал рассказывать людям, евреям, о своем отношении к еврейскому мессии. и это начинало действовать больше и сильнее, чем просто вот знание, знаете, джж, джж. И знаете, что он делал? Он разделял надежду, что однажды Бог восстановит Израиль как народ, как страну, то есть он вернет государство Израилю. Если вы помните, в то время Израиль был рассеян по всему лицу земли. В 1746 году, послушайте, что делает этот молодой человек. Он проводит в церкви по еврейскому обряду свадебную церемонию обращенных им христиан из евреев Давида Килькофа и Эстер Грэнбюк. Представьте, в церкви он ставит хупу. Да? Смотрите дальше. Это церковь. А в 1750 году для тех же целей Ценсандров переплетает здание в Лондоне. То есть это говорит о том, что евреи начали обращаться, и он не заставлял их становиться частью своей общины. А он говорит, ребята, если вы верите в вашего еврейского мессию, вы можете быть с нами и исповедовать веру так, как вы, ну, как евреи. В субботу мы уже вашу взяли, емкий пор ваш взяли, а теперь исповедуйте, как вы хотите его, как вы видите его, понимаете? То есть, если вы должны понимать, ну, как бы, это было не то, что революция, это был вызов. Вы должны понять, что для тех времен это было очень сильно сказано, и даже до сегодняшних времен это очень сильно сказано. Очень часто мы хотим, чтобы люди, которым мы проповедуем, они становились такими, какие мы есть. Они шли в нашу общину, они были такими, верили так, как мы верим, исповедовали. Ну, для нас важнее всего то, что они спасены, а свой путь они должны выбирать сами. Где их дом, где их семья, где их конфессия, это их выбор. Но чаще всего мы хотим делать людей по образу и подобию своему. А Бог нас отворил по какому образу? Правильно. Хорошо, смотрите. Дальше. Первые попытки Цинцендорфа и Моравских братьев возродить и утвердить право мессианских еврейских общин на уважение и публичное признание столкнулись со стеной непонимания со стороны церкви. Однако они привлекли внимание и вызвали доверие другой группы людей. А вот теперь слушайте внимательно. В 1772 году братья Геренгута получили необычное зашифрованное письмо. Само письмо и код расшифровки были переданы с различными посланниками. Это таинственное послание информировало их о существовании движения подпольных мессианских еврейских общин с 1690 года во множестве городов от Лондона до Константинополя. Основоположниками и духовными лидерами которого были Равин Янатан Эйбе Шульц и Равин Мейер Эйзенштадт. То есть смотрите как интересно. Бог оказывается параллельно движение в церкви было движение среди евреев, которые тайно, как Никодим. Помните Никодим, который пришел к Иисусу? Было оказывается такое движение среди евреев, которые верили в Ешо и чтобы остаться в своем народе, тайно исповедовали Христа. Понимаете? То есть посмотрите вот на эту картину, на этот ковер. Мы видим здесь движение, мы видим церковь, которая гонит евреев, и мы видим церковь, которая привечает, которая открыта для евреев. Мы видим евреев, которые отвергают Христа, и мы видим евреев, которые любят Его и тайно исповедуют, потому что боятся потерять своих братьев. Понимаете? Потому что понимают, что там их не примут. Посмотрите, как интересно все переплетено. И смотрите, я уже упоминал, что марафские братья распространялись по всему миру. Они потихонечку ехали в другие страны, где проповедовали свои взгляды. И вот они попали в Великобританию, в Англию. Среди английских теологов-пиетистов и также среди широких слоев общества распространилось убеждение в том, что слова Библии об избранности народа Израиля и его грядущем возвращении в Сион надо понимать буквально. И они по-прежнему относятся к евреям, а не к христианской церкви, как к новому Израилю. То есть идея была такая, было аллегорическое толкование Писания. И говорили, если это относится к Израилю, читай, равно церковь. Если написано проклятие евреям, значит равно проклятием евреям. Если благословение евреям, равно благословение церкви. Понимаете, то есть смотрим два, смотрим книгу, видим как всегда апельсин. Поэтому, смотрите, как интересно, теология этих мгравских братьев. И в дальнейшем, вы помните, там еще и Лютер был, и был Кальвин. И вот это богословие, оно обратило в людей внимание на Библию, на Писание, на буквальное понимание Писания. И вдруг все увидели, что оказывается церковь, ну как бы Бог не оставил Израиль, как свой народ. И у Израиля остается миссия. Помните миссию, да? Быть священником для всех народов. Быть теми, кто откроет божественность Мессии. Возлюбленный, избранный Богом народ. И избрание, которое несет ответственность. Знаете, мне очень часто спрашивают, а как же мы? А мы же не евреи, как же мы? Бог любит Израиль, а нас? Бог любит всех одинаково. Он возлюбил мир и отдых сына своего единородного. Бог избрал Израиль, чтобы этот сын пришел в мир. Бог создал Израиль. И Израиль, он сейчас находит в таком положении, чтобы другие спасались. Ибо их от падения до времени. Теперь смотрите. Я сейчас буду читать, зачитывать некоторые изречения некоторых священников. Тех, кто в свое время был очень известным теологом, богословом, епископом. Один из них Джон Оуэн. 1616 год, 1683 год. Известный, он являлся главою церкви, церкви Великобритании тех дней. И он говорил так. Не существует никаких обещаний о том, что Царство Божие будет воздвигнуто Господом Иисусом Христом в этом мире. Зато существуют утверждения или прямые намеки на то, что начало его должно произойти от евреев. Это было заявлено человеком, который стоял во главе церкви. Роберт Лейтон, современник Оуэна, писал. И тут очень важно. Мессианская община. Очень важно. Завозьмите себе это на вооружение. Те, кто не молится день и ночь об обращении евреев в христианство, забывают о главном условии, которое необходимо для прославления церкви. Несомненно, людям еврейской национальности однажды будет суждено восстать и воссиять. И их возвращение станет богатством язычников. И это будет более славным временем, чем все, что когда-либо переживала Церковь Божья. То есть те, кто не молится день и ночь об обращении евреев в христианство. То есть, переводя на наш язык, те, кто не молится об евреях, о спасении, чтобы они познали Мессию. Понимаете? Забывают о главном условии, нужное, чтобы церковь была прославлена. Другой человек по имени Рихард Вумбрандт писал в книге «Христос на еврейской улице» такие слова. Та церковь, которую мы видим сегодня, всего лишь каркас той величественной церкви последних времен, которой надлежит еще быть. То есть, то, что сегодня мы видим, это всего лишь каркас. И евреи будут теми, кто поможет этот каркас возвести в величественное здание. Это очень важно. Смотрим дальше. Самуил Розенфорд, которого Пуритане почитают главным образом за его преданное и горячее стремление служить Господу, раскрыл свое сердце в сотнях писем. Чарльз Сперджен. Кто слышал про Чарльза Сперджена? Прекрасные его, я читал его, 12 писем, обращенные к церкви, письма о молитве. Это действительно то, что вдохновляет верующих в Иисуса, в Ишуа сегодня заново взглянуть на свою жизнь. Писал так. «Когда мы умрем, пусть мир узнает, что Сперджен находил в письмах Розенфорда такое вдохновение, которое только можно найти во всех писаниях, во всех писаниях простых смертных». То есть, что же делало работы Розенфорда столь особенными? Во-первых, Розенфорд любил Иисуса и чувствовал биение сердца Спасителя. То есть, он так был близко с ним. Любым путем он хотел доставить радость Господу. Так как Иисус любил свой народ, Розенфорд тоже любил его. То есть, Иисус любил свой народ. Япостол только к погибающим овцам дома Израилева, так и он любил его. И он знал, что евреям уготовано особенное место в Царстве Божьем. И вы знаете, он говорил так. «Я бы мог отложить свое отправление на небеса на много лет для того, чтобы увидеть это триумфальное и предсказанное пророками явление, свидетельствующее о его завоявывающей души любви, принятии в его Царстве старшей сестры Иудейской синагоги. О, как бы я рад был бы и каким бы славным явлением считал бы это, если бы мое отправление на небеса было задержано для того, чтобы я смог засвидетельствовать этот славный брачный пир и увидеть Христа во всей славе с его последней земной невестой, когда он расширит свою ложу любви и вознесет его на вершины гор и возьмет старшую сестру, еврейский народ и всех неевреев». То есть я готов, как Павел писал, да, быть отлученным от Христа за братьев моих во плоти. И он говорит, я готов был остановить вот это возвышение в небо, лишь бы увидеть вот это великое дело, когда евреи и неевреи вместе пойдут к Господу. И дальше он говорит дальше, о, посмотрите на это зрелище, самое радостное после видения Христа, грядущего на облаках. Наши старшие братья, евреи и Христос падают в объятия друг друга и целуют друг друга. Они долго были порознь, и теперь, когда они встретятся, они будут добрыкнуть друг к другу. О, долгожданный и прекрасный день! О, прекрасный Иисус, дай мне возможность увидеть это зрелище, которое как жизнь по сравнению со смертью. Ты и твой древний народ в объятиях друг друга. Представляете, как красиво написано? И человек жил этим, человек молился, как молились моравские братья сто лет. В результате в Англии, а затем в США и странах Скандинавии, Норвегии, Швеции, Дании, это страны, которые были затронены реформацией, возникли многочисленные общества, миссии. То есть общество, миссии. То есть была церковь, вот, например, мы решили, мы хотим служить, мы хотим просто делать что-то для евреев. И мы объединялись в такие группы людей. Это была наша миссия от этой церкви. И мы делали, мы хотим проповедовать евреям. Понимаете, да? Вот так образовывались миссии. Были люди, которые хотели что-то делать. И они, ну, сейчас, например, мы хотим служить подросткам, там, молодым людям на улице, да, бродягам. И мы тоже организовываемся в миссии. Но это именно миссии, которые служили евреям. Церкви, в церквях, англиканских, реформаторских, епископальных, ну, в тех, которые были в те времена, уже позже, когда пошло там баптистские церкви, уже пошли, баптистское пробуждение, пятидесятническое пробуждение, начали образовываться вот такие группы людей в миссии. И их миссия была нести благую весть Израилю. И смотрите, миссии евреев в Европе были отмечены великими достижениями, но, тем не менее, смягченные страданиями, разрушениями и всевозможными, ну, страданиями. Вы понимаете, что миссии они были, ну, параллельно же была, помните, да, была инквизиция, параллельно были войны, были гонения. Ну, потом была эпоха, когда евреи становились осекулярными, то есть они становились светскими, оставляли религию, были времена, когда была уже Вторая мировая война, Холокост. Ну, понимаете? То есть, ну, люди, которые любили Бога, не евреи, они отдавали и посвящали свою жизнь, чтобы Божий народ возвращался к истокам. И они посвящали свою жизнь, свои таланты, свои дары для этого. И этих миссий множились. У нас еще есть время. Я зачитаю маленькое такое, небольшое, как бы, ну, как это называется, когда даты и что происходило. Но это только выборка. На самом деле там много, там, я просто, наверное, урок бы вам читал. Смотрите. Если мы помним, то самое первое, да, было образовано... Сейчас, секундочку. В 1809 году было образовано первое, первое официально, ну, как бы, зарегистрированное общество первое, то есть, в Великобритании, потому что до этого, мы помним, да, были марафские братья, которые в Чехии. А это, да, именно... Вот, смотрите. То есть, 1809 год. Первое, Лондон, называлось Лондонское общество по распространению христианства среди евреев, ну, среди евреев. 1809 год. Первое в Великобритании официально зарегистрированное общество. Его основал Джон, ну, крещённый еврей, Йосиф Шмуэль Леви, Джон Фрей. То есть, вы помните, что в те времена евреи, когда принимали, крестились, они брали порою нееврейские имена. То есть, если он был Йосиф Шмуэль Леви, он стал Джон Фрей. И общество называлось Лондонское общество по распространению христианства среди евреев. Это было самое первое общество официально зарегистрированное. То есть, были какие-то группы, которые не были официальны, как Моравские братья. Они просто делали это, но это было первое общество, которое государство зарегистрировало. Смотрите, в 1813 году было основано, уже через сколько лет, в англиканской церкви было основано часовня под названием Вней Авраам. И в ней собиралось до 65 евреев, верующих в Христа. Они собирались по субботам и по воскресеньям для того, чтобы славить Господа. Все в порядке? Спим? Тяжело? Даты давят? Ты должна понять... Смотрите, почему даты важны? В два годика я пошел, я сделал первый шаг в один годик. В три годика я пошел в садик. В пять лет я начал делать то. Понимаете? Мы видим динамику роста, динамику развития. Если мы видели... Да, спасибо. Если мы видим, что Моравские братья что-то пытались сделать, у них практически получалось, но не очень, то здесь мы уже видим, что прошло время, и то, что они делали, начало приносить плоды. И прошел 1813 год, а то было в 1700, помните, да? Сейчас скажу, 1746 год. То есть в период 54, за 60 лет уже государство официально приняло. Вы помните, что государство и религия были неразрывны. То есть этих людей официально приняли. Это говорит о большом шаге, о прогрессе. Смотрим дальше. В 1824 году Равин Майкл Александр становится англиканским епископом в Иерусалиме. То есть в Иерусалиме появляется еврей, христианин, епископ. Да, Майкл Александр. Они образовали такую часовню, она до сих пор существует. То есть смотрим дальше. 1845 год. Образовывается Иерусалимское общество в Гамбурге, это уже Германия. Исидор Левенталь, отодоксальный еврей из Польши, становится одним из первых епископов в Афганистане. И переводит Новый Заветный язык Пушту и афганский язык. То есть смотрите. Еврей, который был связан с этим Иерусалимским обществом, обрел там Спасителя, стал человеком, через которого Евангелие пошло в Афганистан и в плена Пушту. То есть пуштунские племена, чтобы вы понимали, их еще называют, у нас осталось 5 минут, и я уже так и быть даты опущу, мы продолжим завтра, потому что это на самом деле интересно. Пуштунов называют иудеями мусульманского мира. Почему? Потому что они празднуют субботу, они обрезают своих детей на восьмой день, и они считают своими прародителями Моисея. Но при этом они мусульмане, чтобы вы поняли. И вы должны понять, что во времена, когда ислам начал свое победоносное шествие, что многие племена были принуждаемой силой становиться мусульманами под страхом смерти. То есть приняли – живы, не приняли – вымерли. И из поколения в поколение передавалось какой-то момент. И вы слышали, ну это говорят, конечно, я не знаю точно, я не имею этой информации. Помните, да, колено Россия на Израиле? И они считают себя одним из коленов потерянных вот этих. Так же самое есть колено Бни Миноше в Индии, есть в Эфиопии. И вот Валентин Романович, наш арабе, едет туда, вот в Зимбабве, ну туда тоже к этим ребятам, которые тоже называют себя потерянным кленом дома Израиля. И вы знаете, самое интересное, что это кажется, что так просто. Ну, например, в Эфиопии фалаши черные их называли. То есть евреи, которые были, это была низшая, ну, самая низшая прослойка населения. Еще и черные, да. Вам еще не, вам ничего, что вы еще и черные, да. И во всех странах их угнетали. Мусульмане их угнетали, христиане их угнетали. И поэтому, как бы, назвать себя евреем мог бы, ну, действительно еврей. Понимаете? Невыгодно было быть евреем. Хорошо. У нас еще осталось две минуты. И я на сегодня остановлюсь и подведу итог. Итак, наш итог. Мы сегодня начали предмет, ну, который называется вступление в миссиологию. Еврейская миссия. То есть мы сократили миссии всего мира до еврейской миссии. Мы посмотрели на некоторые аспекты понимания, ну, мышления, истории, да. Мы посмотрели на некоторые аспекты христианской церковной истории. На то, как был дан толчок, скажем, один из толчков к возникновению еврейских миссий. Мы увидели моравских братьев, да. Мы увидели церкви Великобритании. И мы увидели, что Великобритания станет на определенный момент очагом, центром движения евреев-христиан и христиан, которые будут нести Евангелие евреям. Редактор субтитров А.Семкин